Добрый день, уважаемые зрители! Это прямой эфир «Союз Онлайн» в студии Тимофея Обухов. Искренне рад нашей новой встрече после вынужденной и довольно продолжительной разлуки. Причиной тому стала болезнь, но благодаря самоотверженному труду врачей и младшего медицинского персонала детской и городской больницы номер 8 города Екатеринбурга, слава богу, все уже позади. Спасибо вам, уважаемые доктора и медсестры. Просто захотелось сказать несколько добрых слов в адрес людей, которые каждый день, круглосуточно, реально борются за наши жизни, являя собой пример мужества, профессионализма и жертвенности. Еще раз спасибо вам. И всем, кто сегодня несет этот подвиг, я хочу предложить встречу с человеком, который хоть и жил в 20 веке, однако и в настоящее время может помочь и действительно помогает своей святой молитвой, духовными советами и научно-медицинским наследием. Я говорю о святителе Луке Война-Ясенецком. Жизнь этого хирурга мирового масштаба была лучшей проповедью христианства. Его не сломили ни пытки, ни 11 лет тюрем и ссылок. Его труды принесли большую пользу медицинской науке и, как следствие, врачам и больным. После Великой Отечественной войны за свои очерки гнойной хирургии и самоотверженный труд в госпиталях Валентина Феликсовича Война-Ясенецкий и епископ Русской Православной Церкви был награжден Сталинской премией первой степени. Много трудов, положив в своей земной жизни, он продолжает оказывать реальную помощь людям и по сей день. Такие слова нередко звучат, когда речь заходит о святителе Луке, в том числе на международных и российских научно-практических конференциях, посвященных его наследию. Высокий уровень такого рода мероприятий свидетельствует, что актуальность научных трудов святого врача-архиепископа со временем только возрастает. Послушаем людей, чья профессиональная деятельность направлена на оказание помощи страждущим и облегчение их страданий. Светитель Лука Светитель Лука – личность необычная. Мы часто воспринимаем его в работу как архиепископа и как человека в мирной профессии врача. Но не надо забывать, и это посвящена одна из книг, выпущенных академиками Лисичкиным, что он участник четырех войн. Какой военный врач может так в кавычках похвастаться, что участник четырех военных событий, причем совершенно разного масштаба, разной категории сложности. И приобретя опыты и русско-японской войны, и гражданской войны, и участия в Великой Отечественной войне, безусловно, этот человек обладал колоссальным боевым опытом. В одном из докладов, прозвучавшись на конференции, говорилось о том, что, когда Светитель Лука приехал в Красноярск, многие врачи занимались ампутацией конечностей. Он прежде всего заботился, накачал их духовно, чтобы спасти человеку не только жизнь, но оставить его функционально пригодным. Мы знаем, что в послевоенное время очень многие без ноги, без руки люди испытывали очень большие скорби. Были даже некоторые такие гонения, их выселяли куда-то. И трудности и сложности в семье. Поэтому он уже заранее думал о том, как человек будет боеспособен или нет. Мало того, в докладах прозвучало о том, что многие врачи не умели оперировать огнестрельные ранения. Он делал операцию, в том числе и на сердце, вынимая пулевые и ушевая пулевые ранения, вынимая пули из миокарда. Поэтому из груди, из легких, из других областей человеческого тела. Поэтому, безусловно, мы понимаем о том, что Светитель Лука, он непосредственно близок к военным медикам, к военным хирургам. Потому что сам пришел достаточно суровую и серьезную школу. Надо сказать, что школа земской медицины, в которой работал Переславий Залесович, можно назвать это мирной школой военно-полевой хирургии. Потому что все нестандартные ситуации, ургентные ситуации, днем и ночью, мы знаем, какое количество операций было им сделано. Конечно же, Господь явил нам пример, Светитель Луку, нашего современника. Когда я учился в академии, я держал в руках эту монографию «Отечка гонорной хирургии». Там было написано «Профессор Война Есенецкий». Я тогда не знал еще об этом, но когда читал монографию, я удивился, каким теплым, добрым, любым, сострадающим, сочувствующим образом пишется текст этого исследования больного. Как бы собирается она, записывается внешний вид, в котором звучит уже в описании внешнего вида какое-то сострадание к больному, желание ему помочь, проникновенное отношение к нему. И вот чувствовалось тогда, что это необычный человек. Но нам эту книгу не давали в клинике ран и ранимых инфекций. Ясно, что военная патология, она обязывает нас знать гнойные осложнения, тем более, что все ранящие предметы, осколки, минные снаряды, пули, они являются заведомо инфицированы. Возникают тяжелые осложнения, и особенно некоторые инфекции очень такие тяжелые, как называл их в своем военном сентябре, антонов огонь, то есть газовая анаэробная инфекция. И лишь на кружке хирургов военно-медицинском преподаватель один мне посоветовал, вот вы почитайте книгу вот такую. Мы, конечно же, этими конференциями хотели обратить внимание всех врачей на духовное и врачебное следие этого великого хирурга, новатора хирургии, новатора анестезиолога. Он впервые, впервые в историю российской медицины разработал методы регионального обезболивания. То есть понимая, что в деревне, в глубинке не найдешь анестезиолога, да и наркозы тогда были очень такое, с осложнениями, дорогостоящие, требующие специалистов. Никто в деревню анестезиологом не поедет, понимаете? И он сам вынужден делать операции большие на травмах, несовместимых просто с этим местным обезболиванием порой. Надо обезболивать как-то по-другому. В условиях земской больницы, амбулатории даже света не было. А простой шприц, навокаин и ничего более, понимаете? А в это время в Европе были видны ученые, медики, которые также занимались методами регионального обезболивания. У них были шикарные условия, возможности, аппаратура, условия и так далее. Но он оказался третьим в Европе на это время, в глубинке, и четвертым в мире со своим новаторским отношением к больному прежде всего. Конечно, он был верующий человек, и Господь ему давал в нечеловеческих для исследования условиях заниматься таким новаторским делом. Им руководила любовь к больному. И поэтому он разрабатывал методы проводниково-безбольные, когда выше зоны травмы, в специальных точках, поскольку он знал топографическую анатомию хорошо, человека изучал. И он блокировал нервы, и можно было спокойно оперировать на больших ранах, понимаете? И поэтому его первая докторская диссертация состояла в том, что он написал эту монографию докторскую в 1916 году метод регионального обезболивания, то есть региональная анестезия. Второе, он действительно новатор еще и в дренировании ран, раневых инфекций, затеков. Потому что самое главное условие для лечения раненых с гнойными осложнениями – это сделать правильный разряд и дренировать затеки гнойные. И это очень важно. Это целая теория дренажной хирургии, он развил ее. И мне эти больные знакомы по состраданию к ним, поскольку и афганская война, и конфликты локальные, и чеченская, и первая, и вторая война показали это. Как важно обладать такими знаниями правильного дренирования и удаления источников инфекции. Мало того, на этом фоне, когда появились первые антибиотики, которые успешно помогали преодолевать всякие инфекции, возможные инфекции, пенициллин, помните, американцы во Вьетнаме, там, о, хорошо, принимают укол, делают, и все хорошо, и все быстро проходит инфекция и так далее. И вроде как потребность уже в дренировании ушла. Гнойная хирургия не нужна. Можно антибиотики применить, и все пройдет. Но потом появились микробы, которые без антибиотиков жить не могут, так называемые, пенициллинозависимые штаммы. То есть они лучше себя чувствуют в условиях, когда этот антибиотик вводит. И так несколько поколений. И сейчас уже пятое поколение антибиотиков, шестое уже. А антибиотики-то не работают, самые современные. И теперь снова все вспомнили о дренажной хирургии военно-сенецкого. Святый Лука – это тот сегодняшний Богом нам данный человек, открытая церковь в 1906 году, которая станет примером для всех врачей, чтобы наша отечественная медицина сохранила все отечественную медицинскую традицию, которая зиждилась на любви к больному и сострадании к страждущим. Сейчас уже понятие гнойной хирургии как таковое, оно где-то уходит из обихода. Хотя отделение так и называется гнойной хирургии, но вообще уже надо начинать разговаривать о ранах и раневых инфекциях. То есть раневые инфекции – это серьезная проблема, и ею занимаются во всем мире. Есть не только гнойно-воспалительные заболевания, которые нужно лечить конкретно хирургам, но есть и много гнойных осложнений, которые возникают после различных других операций. Подчас даже вроде не должно ничего быть, но они возникают, и эту проблему надо решать. И чем больше развивается хирургия, тем больше возникает этих осложнений. И поэтому приходится с такими больными сталкиваться. И подчас бывает, что эти больные достаточно серьезные и тяжелые. И здесь опыт. Самое интересное то, что, как в овощебной среде говорят, что нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое. Так вот, если не забывать вот это старое, хорошее, да, а если взять очерки гнойной хирургии военно-сенецкого, то там многие вещи написаны те, которые как бы уже подзабыты сейчас, но если воспользоваться его советами, да, плюс достижения современной медицины, то получается очень даже хорошо. Я всегда своим докторам, которым я работаю, которые мои ученики, которые наши коллеги, я всегда, вспоминая как бы военно-сенецкого, я всегда говорю, вы должны относиться к своим пациентам как к своим родителям. Вот если у вас это получится, значит, вы сделаете пациенту все, что от вас зависит. Вот, наверное, и в его вот вере, в его как бы отношении к людям, да, вот это и было. То есть он относился ко всем как к своим близким, то есть как к себе, к маме, к папе, к дедушке, к бабушке. То есть вот, если, ну, как бы врач поймет, что так надо работать, да, то это практически будет как бы продолжение вот его, наверное, идеи, его жизни, его духовности, его гроздания, мировоззрения. Друзья, многоуважаемые зрители Союза, благодарю вас за внимание и прощаюсь до новых встреч в эфире Народного православного. Сегодня еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин